Координаты вектора Задача. Даны точки А с координатами 3 и 4 и В с координатами 9 и 2. Найдите координаты середины отрезка АВ. Рассмотрим отрезок АВ. Возьмем середину и обозначим точкой С с координатами ХУ, которые нам пока неизвестны. Понятно, что АС равен СБ. Рассмотрим векторы АС и СБ. Данные два вектора являются равными, так как у них одинаковые направления и равные длины. Давайте запишем координаты вектора АС следующим образом. Х-3 и у-4. Для того, чтобы найти координаты, мы должны из координат конца вектора вычесть координаты начала, соответствующие координаты начала. То есть смотрите, Х-3 и у-4. Получаем координаты вектора АС. Аналогичным образом найдем координаты вектора СБ. Координаты точки В 9 и 2. 9-Х и 2-У. Так как данные два вектора равны, тогда их соответствующие координаты также равны. Приравняем Х-3 с 9-Х и у-4 с 2-У. Решим каждое уравнение по отдельности. Получаем Х равно 6, У равен 3. Получили координаты точки С, середины отрезка АВ. Следующая задача. Даны точки А, В и С с соответствующими координатами. Нам нужно найти периметр треугольника АВС. Давайте покажем сперва треугольник АВС. И рассмотрим векторы АВ, ВС и СА. Стороны треугольника содержат соответствующие векторы. Напомню, что периметр треугольника это сумма всех сторон. А в нашем случае сумма длин векторов АВ, ВС и СА. Значит, мы должны вычислить длины каждого из данных векторов. А для того, чтобы вычислить их длины, нам требуется найти их координаты. Как нам найти координаты вектора АВ? Для этого мы знаем, что нужно делать. От координат конца вычитаем соответствующие координаты начала. То есть 9-5 и 2-2. Это координаты вектора АВ. Либо мы получаем 4 и 0. А если мы знаем координаты вектора, то длина вектора это корень квадратный из суммы квадратов координат вектора. То есть длина вектора АВ, модуль АВ, равно корень квадратный из 4 в квадрате плюс 0 в квадрате. Получаем корень квадратный из 16, либо 4. Нашли длину вектора АВ. Продолжаем. Нужно найти длину вектора ВС. А для этого нужно найти координаты вектора ВС. Итак, от координат точки С вычитаем соответствующие координаты точки В, для того, чтобы найти координаты вектора ВС. Пишем 9 минус 9, 5 минус 2. Получаем 0 и 3 координаты вектора ВС. Следовательно, длина вектора. Это и есть корень квадратный из суммы квадратов координат. То есть получаем 0 в квадрате плюс 3 в квадрате равно 9. Корень квадратный из 9 равно 3. Длина вектора ВС 3. Осталось найти длину вектора СА. Точно так же, как в предыдущих двух случаях, найдем сперва координаты вектора СА. Минус 4 и минус 3. А теперь вычислим длину вектора СА. Корень квадратный из минус 4 в квадрате плюс минус 3 в квадрате. Получаем 16 плюс 9. 25 корень квадратный из 25 равен 5. Получили длины всех трех векторов. А теперь давайте вычислим периметр. Итак, периметр, напомню, это сумма длин данных векторов А, В, С и СА. Мы нашли все необходимые величины 4, 3 и 5. В сумме получаем 12. Значит, периметр треугольника, вершины которой являются точками А, В и С с такими координатами, равен 12 единицам. Следующая задача. Даны точки А, В и С с соответствующими координатами. Нам нужно найти длину медианы АЕ, треугольника АВС. Рассмотрим треугольник АВС, медиана АЕ. То есть АЕ, отрезок, проведенный из вершины А, который делит пополам в сторону ВС. СЕ и ВЕ равны. Давайте возьмем координаты точки Е, как Х и У. Мы можем найти координаты точки через правило середины отрезка. То есть по координатам конца отрезка. До этого мы решали векторным способом, а теперь давайте покажем следующим образом. Для того, чтобы найти координаты середины отрезка, мы должны сложить соответствующие координаты концов и разделить на 2. То есть полусумма концов отрезка. Координаты отрезка. Получаем 3 координата вектора В и координата Х вектора С. 3 минус 1 делить на 2. Соответственно, и для У. 8 плюс 6 делить на 2. Получаем координаты точки Е. 1 и 7. Далее. У нас есть координаты точки А. А теперь давайте покажем вектор АЕ, который содержит медиана АЕ. И найдем координаты вектора АЕ. Для этого от координат конца, от координат точки Е, вычтем соответствующие координаты начала. Координаты точки А. 1 минус 11, 7 минус 12. Получаем 1 плюс 11, 12. И 7 минус 12, минус 5. Координаты вектора АЕ нашли. Напомним, что мы ищем длину медианы АЕ. А чтобы найти длину вектора по координатам, мы должны извлечь корень из суммы квадратов координат нашего вектора. То есть, квадратный корень из 12 квадрата плюс минус 5 в квадрате. Получаем под квадратным корнем 144 плюс 25 в сумме 169. А корень квадратный из 169 равен 13. Нашли длину медианы АЕ нашего треугольника АБЦ. 13 единиц. АД, БЕ и ЦФ – медианы треугольника АБЦ, как показано на рисунке. Найдите значение выражения суммы векторов АД, БЕ и ЦФ. Давайте достроим наш треугольник до параллелограмма. А, Б, К, ЦФ. Мы уже рассматривали на прошлых заданиях разложение медианы треугольника через стороны. Именно через векторы. В нашем случае АДА через АБ и АЦ. Рассмотрим сумму векторов АБ и АЦ правилом параллелограмма. Так как у наших векторов одно начало. Начало в точке А. Итак, сумма векторов АБ и АЦ дает нам вектор АК. А АД и есть половина АК, так как у параллелограмма диагонали при пересечении делятся пополам. Соответственно, если АД равно 1,2 АК, мы можем записать вместо АК АБ плюс АЦ. Давайте запишем. И точно так же для каждой медианы медиана БЕ мы могли также достроить до параллелограмма наш треугольник через стороны АБ и БЦ. И получили бы, что БЕ половина суммы векторов БА и БЦ. Записали. И повторили эти же действия для третьей медианы. Для медианы ЦФ. ЦФ половина суммы векторов ЦА и ЦБ. Также могли достроить до параллелограмма. А теперь давайте запишем, вырезаем искомую сумму через половины сумм данных векторов. То есть запишем АБ плюс БЕ плюс ЦФ как 1,2 АБ плюс АЦ плюс половина БА и БЦ плюс половину суммы ЦА и ЦБ. Далее мы можем вывести за скобки одну, вторую и суммы данных векторов записать в одних скобках. АБ плюс АЦ плюс БА плюс БЦ плюс ЦА плюс ЦБ. Что мы получаем? Обратите внимание, векторы АБ и БА противоположны. Следовательно, их сумма равна нулю, нулевому вектору. Точно так же АЦ и ЦА. На рисунке можете заметить АЦ и ЦА. Они противоположные, значит их сумма равна нулю. Ну и наконец БЦ плюс ЦБ также являются противоположными векторами. Соответственно, их сумма равна нулевому вектору. В итоге мы в скобках получили 0, либо нулевой вектор. Умножив на одну вторую, получаем 0, либо нулевой вектор. Итак, сумма векторов АД, БЕ и ЦФ, которые являются медианами нашей треугольники, либо которые содержат медианы нашего треугольника, равна нулевому вектору. Следующая задача. Даны точки А с координатами А и единица, и Б с координатами 8 и 4. При каких значениях А длина вектора А, Б равна корню квадратному из 13? Давайте запишем координаты вектора А, Б. Для этого от координат конца вычитаем соответствующие координаты начала. То есть запишем 8 минус А, первая координата, и 4 минус единица. Получили координаты вектора А, Б, 8 минус А и 3. А теперь запишем длину нашего вектора А, Б по данным координатам. То есть корень квадратный из суммы квадратов координат. Записали под корнем 8 минус А в квадрате плюс 3 в квадрате. Раскроем скобки. 8 минус А в квадрате 64 минус 16 А плюс А в квадрате плюс 3 в квадрате равно 9. Упростили, получилось 73 минус 16 А плюс А в квадрате под квадратным корнем. Но нам длина уже известна, и она равна корню квадратному из 13. Давайте запишем данное выражение равно корню квадратному из 13, и рассмотрим последнее равенство как уравнение. Избавимся от корней, возведем в квадраты обе части нашего уравнения. Получим слева 73 минус 16 А плюс А в квадрате, справа 13. Ну и переходим к следующему уравнению. А в квадрате минус 16 А плюс 60. Данное квадратное уравнение вы можете решить через дискредитент, либо через теорему обратную теореме Виета. Вы вычислите корни и получите А1. Равно 6, и А2 равен 10. Итак, при таких А, длина нашего вектора АВ равна корню квадратному из 13. Ребята, на этом наш сегодняшний урок подошел к концу. Сегодня мы с вами решили задачи на нахождение длины вектора по координатам. Я желаю вам всем полезных знаний. До скорой встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова